Дорожные транспортные происшествия С начала текущего года с участием пешеходов на территории Брестской области зарегистрировано 120 дорожных аварий, в результате которых 21 человек погиб и 104 получили травмы различной степени тяжести. Согласно статистике, 53 дорожных аварий произошли по вине самих пеших участников дорожного движения. Также с начала текущего года за непредоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах к административной ответственности привлечено 6 696 водителей транспортных средств. Одной из причин травмирования или гибели пешехода на дорогах является непропуск его водителям. В сводках госавтоинспекции практически ежедневно фиксируются аварии, где пострадали пешеходы, которые пересекали проезжую часть как по регулируемым, так и по нерегулируемым пешеходным переходам. Люди переходят дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора чаще всего в нескольких горячих точках Бреста, таких как Бульвар Космонавтов, улицы Ленина и Советской Конституции, а также у территории вблизи больших магазинов. Ситуации много и под нее закон не напишешь, это разные ситуации. Поэтому если ты видишь, что машина далеко, почему бы ты или рядом, почему бы тебе не пропустить машину, если она на большой скорости идет. Если водитель видит, что пешеход еще как бы не готов к переходу, ну здесь разные ситуации. Поэтому все зависит от той ситуации, в которой мы находимся. Я думаю, что существует конфликт между пешеходом и водителем. Бывает, что и пешеходы не всегда правы и переходят не глядя дорогу. Вот идут, особенно когда разговаривают по телефону, либо с кем-то разговаривают, просто даже не обращают внимания на то, что машина где-то едет. А иногда бывает даже не видно пешехода из-за стойки, либо большой поток машин и пешеходы откуда-то вышли, и их не видно. Ну и водители, конечно, бывают не правы, потому что иногда видно, что пешеход стоит, и уже его надо остановиться и не ждать. Место для проведения рейда было выбрано не случайно. Застраиваемый район Вульки, на территории которого находится большое количество учреждений образования, крупных магазинов и новых домов, требует пристального внимания со стороны сотрудников госавтоинспекции. За время рейда сотрудникам ИГАИ было привлечено к административной ответственности за непропуск пешехода семь водителей. Кроме того, предусмотренные меры по наказанию были применены к десяти пешеходам. Один из них был в состоянии алкогольного опьянения. За данный вид правонарушения, то есть непредоставление преимуществом движений пешеходам на пешеходных переходах, предусмотрена административная ответственность согласно Кодекса об административных правонарушениях. Это штрафная санкция в размере от 1 до 5 базовых решений. Пешеходы также за нарушение права дорожного движения могут быть подвергнуты административному взысканию. Согласно Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение правил дорожного движения пешеход подвергается взысканию в виде предупреждения либо наложению штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если же пешеход при этом находится в состоянии алкогольного опьянения, штрафная санкция суровее от 3 до 5 базовых величин. Водителям стоит помнить, что в осенне-зимний период число ДТП возрастает. Осадки и гололед увеличивают тормозной путь автомобилей, ухудшается видимость, день становится короче и пешеходы незаметны уже с 5-6 часов вечера, а в облачную погоду еще раньше. Поэтому следует знать и помнить, что светоотражающие элементы еще никому не помешали.